Шинник не набирает очков уже четвертую встречу подряд. В субботу он уступил дома Воронежскому факелу 1-2. Оба гола в ворота черно-синих забил их бывший полузащитник Артур Рылов. Причем сделал он это в первом тайме, создав для победы факела серьезную фору. Ликвидировал ее Шинник лишь наполовину. Ответный гол на счету Булия. Большего достичь подопечным Александра Побегалова не удалось. Шинник 13-й в чемпионате. До окончания его осенней части всего два матча. Оба Шинник сыграют дома. Ближайший в среду против Иркутского Байкала игру покажет наш второй канал ГТ-регион. То, что мы во многих компонентах уступили, это бросалось в глаза. Я вынужден это признать. Я сейчас коллегу поздравил с победой и с качественной игрой команды его. Хотя развернуть ситуацию в последние 15 минут после забитого мяча можно. Но тут, к сожалению, мы ничего не смогли в работе с мячом предъявить серьезного. Даже так называемого навала не получилось.